дорогие друзья на следующий день у нас была большая экскурсия по бурятии мы отправлялись на автомобили село баргузин и баргузинский датсан это примерно 100 километров туда 100 километров обратно с учетом тяжелых довольно таки дорог у нас практически до самого вечера да мы вечером уже потом вернемся и скажем до свидания баргузинскому заливу и байкалу пока мы движемся на автомобиле я вам расскажу ответ на ту загадку который задал в прошлом фильме как я нашел смартфон аллы рассказываю самые интересные самые красивые грибы я фотографировал и я подумал что а вдруг ну это было 50 на 50 а вдруг в том месте где алла потерял свой смартфон и как раз сделал фотографию нужно было пробовать мы решили попробовать у меня было порядка десяти фотографий с красивыми грибами и аллы и я заходил в свойства каждой фотографии а там стоит адрес gps напоминаю что пилайн не работал связи не было раз не работал билай не было интернета в лесу но у меня была скачана оффлайн карта maps.me и это меня спасло это помогло нам найти смартфон аллы я находил у каждой фотографии адрес gps это дело забивал в карту maps.me и мы от фотографий к фотографии от грибов грибам которые сфотографировал двигались по лесу двигались почти практически час и в каждом месте куда мы приходили мы пытались найти потому что точность не очень большая там плюс минус 20 метров мы осматривали эту местность и сдвигались дальше практически не верили алла уже убедилась что все мы не найдем смартфон только последние фотографии да и последняя последняя намеченная фотографии мы нашли наш смартфон и так ребята не отчаивайтесь даже в такой тяжелейшей ситуации когда не было никакой да никакой не было уверенности мы нашли смартфон мы были очень счастливы и веселые довольны побежали на байкал купаться но и дальше вы все видели как видите дорога здесь грунтовая но видно что идут работы строят асфальтированную дорогу километров в 10-15 был асфальт а потом вот такая грунтовая дорога по дороге у нас на берегу реки баргузина всю дорогу мы едем вдоль дороги вдоль вдоль и реки баргузин вот видите на заднем плане мощная очень мощная река и одна из самых больших рек которые дарят свою воду в байкалу здесь вот стоит табличка прочитать кому интересно здесь во время гражданской войны была большая такая битва между красными и белыми кто был хороший кто был плохой в наше время уже практически это не понять вот поэтому давайте мы вот это выводы оставим для других людей которые занимаются истории да а что здесь произошло вот читайте если вам будет интересно мы как говорится почти ли память погибших русских людей и белых и красных и тех и тех конечно же очень жалко вот такая мощная река длина этой реки примерно 500 километров вверху в горах она имеет быстрое течение там даже плавают по порогам вот эти вот как называется туристические бывают маршруты катамарана туда на вся и на всяких этих лобок специальных вот а здесь вот в низине уже ближе к байкалу река идет течет по равнинной местности и часто затапливает местные деревни баргузина вот герб этой деревушки села баргузин напоминаю что я раньше это было екатерины ски времена город до 1927 года сейчас просто просто обычное бурятское село чем тут люди занимаются сказать очень сложно ловят рыбу разводят животных у кого коровка у кого барашки сложно понять чем люди живут а вот мы пришли к тому месту где стоял раньше дом братьев кюхельбекеров это михаил и вильгельм если не ошибаюсь вильгельм так вот я думаю все из вас кто учился в школе а надеюсь мои зрители практически все учили школе у нас есть маленький детском садике знает кто такой вильгельм кюхельбекер у него кличка была в детстве кюхля не помните не вспоминаете я очень надеюсь что вы вспомните это друг александра пушкина они вместе учились царско-сельском лицее а михаил это младше братом на год на полтора он младше вильгельма и оба эти брата попали в состав декабристов и в 1825 году вышли на площадь оба были конечно арестованы михаил был раньше арестован он даже не был арестован вообще сам пришел как говорится сдался вильгельм пытался уйти за границу но все равно его там поймали арестовали одели кандалы и отправили в сибирь и оба этих брата жили здесь в этом селе но в то времена в городе баргузин они вели большую активную деятельность как и принципе все декабристы были высокообразованными людьми и поэтому они внесли свое такое культурную культурную жизнь да они занимались они на свои деньги организовали здесь школу небольшую больницу лечили местных жителей обучали грамоте письмо счету сельскому хозяйству они здесь разводили в парниках те некоторые овощи которые которых здесь место жителей не знали в общем вот такая жизнь как мы уже об этом рассказывали это в иркутске было до про декабристов про декабристов примерно то же самое было и здесь и михаил похоронен именно в аргузине а вильгельм он потом уехал в тобольске в тобольске он уже умер скончался от чахотки и там похоронен обычная деревня коровки кошки собачки прямо такая добрая добрая милая деревня здесь находится вот старое кладбище на котором похоронены ну вот сейчас не действующее кладбище вот здесь похоронен человек который сватыш фамилия зенон сватыш он организовал знаменитый баргузинский заповедник был организатором а это могила кюхельбекеры помните слова по глубине сибирских руд храните гордое терпение вот такое интересное село в бурятии рекомендую у кого будет время у кого будет силы средства и возможность приехать поклониться памяти кюхельбекеров и посмотреть как живут простые бурятские друженики а мы отвор отправляемся в храм в дацан в аргузинский дацан но об этом рассказывают в следующей части в следующем фильме не уходите далеко будьте с нами и не забывайте подписываться на наш канал и это очень редко говорю все время забываю но сейчас алла мне ткнула говорит скажи не забудь подписывайтесь ребят